Если взглянуть на Солнечную систему со стороны, то она предстанет перед нами четко отлаженным механизмом. Однако между орбитами Марса и Юпитера расположено настоящее царство хаоса. В нем сотни тысяч небольших небесных тел преодолевают космическое пространство в самых разных направлениях, время от времени пересекая чужие орбиты. Порой они сталкиваются, порождая тысячи осколков. Облик этого сектора постоянно меняется, и вряд ли получится предсказать, каким он станет в далеком будущем. Разумеется, речь идет о главном поясе астероидов, одной из наиболее изменчивых и загадочных областей Солнечной системы. В настоящее время уже более 300 тысяч малых небесных тел, расположенных в этом секторе, получили свои имена или цифровые обозначения. При этом их общее количество может превышать миллион. Началом исследования пояса астероидов можно считать 1801 год, когда после долгих и упорных поисков астрономы обнаружили на небосводе загадочный объект. По своим параметрам он соответствовал планете, но был настолько мал, что даже самые лучшие телескопы того времени не позволяли разглядеть его диск. Находка представала глазам исследователей в виде яркой точки, похожей на звезду. Небесное тело назвали Церерой, а вскоре были открыты и другие объекты данного типа. Для них пришлось ввести новый термин. Необычные небесные тела назвали астероидами, что буквально означает «подобные звезде». Кроме астероидов, эта область Солнечной системы заполнена большим количеством космической пыли. Медленно двигаясь по спирали, крошечные частицы рассеивают лучи Солнца, создавая очень слабое матовое свечение. Это сияние называется зодиакальным светом, и в экваториальных районах Земли его даже можно разглядеть невооруженным глазом. Долгое время в обществе была общепризнана гипотеза, согласно которой объекты пояса астероидов представляют собой остатки разрушенной планеты. Однако в настоящее время это предположение считается несостоятельным. Во-первых, суммарная масса всех объектов главного пояса очень мала и составляет всего лишь 3 на 10 в 21 степени килограммов, или 4% от массы Луны. Даже если предположить, что существенная часть астероидов уже давно покинула пояс, общей массы каменистых обломков недостаточно для образования объекта, близкого по размерам к полноценной планете. Во-вторых, расчеты показывают, что формированию крупных небесных тел в этом секторе Солнечной системы препятствует гравитационное воздействие Юпитера. Согласно результатам математического моделирования, самые крупные образования в поясе никогда не превышали в диаметре тысячу километров. При этом воздействие гигантского соседа делало их орбиты нестабильными, из-за чего потенциальные протопланеты сталкивались друг с другом, разрушаясь на более мелкие осколки. Следы этих катастроф можно наблюдать до сих пор. Большая часть объектов главного пояса объединены в так называемое семейство – группы астероидов схожего состава и единого происхождения. Предполагается, что они возникли в результате подобных разрушительных столкновений. Главный пояс не имеет чётких границ. Большинство объектов, входящих в его состав, расположены в пределах от 2,06 до 3,27 астрономической единицы. Эти рубежи обусловлены приливным воздействием Юпитера и называются щелями Кирквуда. Любые небесные тела, попавшие в эти зоны, испытывают на себе сильное гравитационное воздействие массивного газового гиганта, изменяющие их орбиты. Поэтому плотность космических объектов в данных областях гораздо ниже, чем за их пределами. Щели Кирквуда встречаются не только на условных границах пояса, но и внутри него. Две наиболее выраженные из них расположены на расстоянии в 2,5 и 2,82 астрономической единицы от Солнца. Также можно условно разделить пояс астероидов на два больших участка – внутренний и внешний. Границей между ними считается щель Кирквуда радиусом в 2,5 астрономические единицы, соответствующая самому сильному орбитальному резонансу с Юпитером. Именно во внешней части главного пояса можно обнаружить крупнейший объект этого сегмента Солнечной системы – Цереру. Какое-то время её считали планетой, затем астероидом, но в конце концов в 2006 году небесному телу был присвоен статус карликовой планеты. Это стало возможным благодаря тому, что в отличие от абсолютного большинства прочих объектов пояса, Церера имеет округлую форму. Её диаметр равен примерно 940 километрам, а масса – около 9,4 на 10 в 20 степени килограммов, что составляет около трети от общей массы пояса астероидов. Таким образом, Церера примерно в 6000 раз легче нашей планеты. В самой дальней точке своей орбиты карликовая планета удаляется от Солнца на 2,9 астрономической единицы. В перигелии же расстояние от Цереры до центра системы равно примерно 2,5 астрономическим единицам. В этот момент температура на её поверхности может достигать 239 кельвинов или минус 33 градуса Цельсия. Однако средняя температура планетоида заметно меньше и составляет всего лишь 167 кельвинов или минус 106 градусов Цельсия. Считается, что небесное тело состоит из каменистого ядра, окружённого криомантией толщиной порядка 100 километров. Таким образом, водяной лёд занимает до половины объёма карликовой планеты или 20-30% её массы. Во внутренней же части пояса расположен самый крупный и массивный из известных астероидов Солнечной системы – Веста. Средний диаметр объекта равен приблизительно 525 километрам, а масса при этом составляет около 2,6 на 10 в 20 степени килограммов, то есть почти в 4 раза меньше, чем у Церера. Его орбита довольно вытянутая. Офелий составляет 2,57 астрономической единицы, а Перигелий – примерно 2,15 астрономической единицы. При этом небесное тело делает полный оборот вокруг Солнца за 3,6 земного года. Примечательно также то, что Веста – единственный астероид, который можно наблюдать невооружённым глазом. Это возможно не только по причине большого размера, но и благодаря сравнительно светлой поверхности, которая отражает около 42% падающего на неё света. Кроме того, минимальное расстояние между Вестой и Землёй невелико и составляет всего лишь 177 миллионов километров или 1,18 астрономической единицы. Предполагается, что своим внутренним строением Веста похожа на полноценную планету. У неё, по всей видимости, есть металлическое ядро, состоящее из никеля и железа, а также каменистая мантия. В настоящее время температура на поверхности астероида колеблется от минус 190 до минус 20 градусов Цельсия. Однако в прошлом астероид был заметно теплее. Тёмные участки поверхности, расположенные в западном полушарии, с высокой долей вероятности представляют собой базальтовые равнины. Такие формы рельефа могли сформироваться в результате вулканической деятельности, либо стать последствием столкновений с массивными космическими телами. Самой заметной деталью рельефа астероида является гигантский кратер Реа Сильвия диаметром до 500 километров и глубиной около 25 тысяч метров. В его центре расположена вторая по размеру гора Солнечной системы, высота которой составляет более 22 километров. Нетрудно заметить, что диаметр кратера сопоставим с размерами самого небесного тела. По всей видимости, в прошлом астероид столкнулся с действительно крупным объектом. Вследствие этого не только образовался кратер Реа Сильвия, но и появилось на свет множество мелких обломков, которые в настоящее время относят к многочисленному семейству астероидов Весты. Оно включает в себя более 15 тысяч объектов, что составляет около 5% от всех известных небесных тел главного пояса. Считается, что большинство семейств астероидов появились на свет благодаря разрушительным столкновениям двух крупных небесных тел. Иногда сила гравитации стягивает возникшие обломки вместе, формируя новый астрономический объект. Однако он уже не обладает монолитной структурой, и астрономы порой неофициально называют такие образования грудами щебня. Например, к подобным небесным телам, скорее всего, относится Сильвия, один из крупнейших объектов пояса астероидов. Его размеры составляют примерно 384 на 262 на 232 километра, а масса равна 1,5 на 10 в 19 степени килограммов. Таким образом, средняя плотность астероида превышает плотность воды всего лишь на 20%. Расчеты показывают, что пустоты могут занимать от 25 до 60% его объема. Сильвия совершает полный оборот вокруг Солнца за 6,5 лет. В самой дальней точке орбиты расстояние от объекта до центра системы достигает 3,7 астрономической единицы. В перигелии же небесное тело сокращает дистанцию до 3,2 астрономической единицы. Предполагается, что некоторые обломки, возникшие в результате столкновения, не притягиваются к остальным, а становятся спутниками нового небесного тела. У Сильвии известны два таких компаньона – Ромул, имеющий 18 километров в диаметре, и Рэм, размером около 7 километров. Их строение пока до конца не изучено, и вполне вероятно, что эти объекты также не монолитны. Кроме того, не исключено, что Сильвия имеет более мелкие спутники, которые пока что не обнаружены. Другим примечательным объектом пояса астероидов является Паллада. Она была открыта еще в 1802 году, сразу же после Цереры, и является вторым по размеру астероидом пояса. Средний диаметр небесного тела равен приблизительно 512 километрам, а масса составляет около 2 на 10 в 20 степени килограммов, что примерно на 25% меньше, чем у Весты. Орбита астероида сильно вытянута и наклонена к плоскости эклиптики на 35 градусов. По этой причине данное небесное тело считается труднодоступным для исследовательских аппаратов. Паллада делает полный оборот вокруг Солнца примерно за 4,6 года. Причем расстояние от нее до центра системы меняется более чем в полтора раза – от 2,1 астрономической единицы в перигелии до 3,4 астрономической единицы в Афелии. Поверхность Паллады покрыта множеством кратеров, сильнее, чем у более крупных Цереры или Весты. Исследования состава поверхности астероида показывают, что он в основном состоит из горных пород на основе кремния с малым содержанием железа и воды. Предполагается, что данное небесное тело, как и Веста, является одной из немногих сохранившихся потенциальных протопланет, а значит, его исследование может принести важные сведения о процессе формирования Солнечной системы. В противоположности Вести большинство астероидов невозможно увидеть не только невооруженным глазом, но даже с помощью любительской аппаратуры. Например, к ним относится Интерамния – один из самых загадочных объектов главного пояса. Он представляет собой астероид неправильной формы размером 362 на 348 на 310 километров, масса которого составляет примерно 1,2% от общей массы всех объектов пояса. Однако, несмотря на сравнительно крупный размер, Интерамния остается крайне малоизученным телом. Причиной является то, что поверхность астероида очень темная и поглощает около 93 процентов падающего на него света. Интерамния относится к очень редкому спектральному классу F, являющемуся подклассом углеродистых астероидов. Исследования ее блеска показывают, что поверхность небесного тела имеет удивительно равномерную окраску, а значит, оно не испытывало сильных столкновений достаточно продолжительное время. Плотность астероида не очень велика. Всего в два раза больше плотности воды. Предполагается, что он состоит из твердого каменистого ядра, окруженного толстым слоем льда. Причем поверхность объекта покрыта большим количеством мелкой и темной пыли. Интерамния делает полный оборот вокруг Солнца примерно за 5 лет и 4 месяца. Ее офели лежит в противоположной стороне четырех крупнейших объектов главного пояса, а расстояние до Солнца меняется от 2,5 до 3,5 астрономической единицы. Теоретически орбита астероида пересекает траектории таких крупных объектов, как Церера и Паллада. Но расчеты показывают, что их столкновение крайне маловероятно. Главный пояс содержит миллионы объектов. От карликовых планет до крошечных метеороидов, размером с булыжник. Однако расстояния между ними составляют многие тысячи и даже миллионы километров. Поэтому вероятность случайного сближения пересекающего пояс космического аппарата с каким-либо небесным телом крайне мала. Тем не менее, математическое моделирование показывает, что примерно один раз в 10 миллионов лет в этом регионе Солнечной системы происходят заметные столкновения, служащие источником множества новых обломков. Несмотря на то, что до пилотируемого полета к астероидам главного пояса еще очень далеко, некоторые из них были исследованы с помощью межпланетных космических зондов. Например, аппарат Доун исследовал Цереру и Весту в период с 2011 по 2016 год. А совсем недавно Землю покинул исследовательский зонд Люси. Хотя основной его целью являются троянские астероиды Юпитера, в 2025 году аппарат должен будет сблизиться с объектом главного пояса под названием Дональд Джоханссон и сфотографировать его. Тем временем, на июль 2022 года запланирован старт проекта «Психея», целью которого станет крупнейший известный металлический астероид главного пояса. Согласно плану миссии, исследовательский аппарат достигнет цели к началу 2026 года, после чего проведет на орбите астероида как минимум 21 месяц, изучая рельеф, состав и магнитное поле небесного тела. Несмотря на свой небольшой размер, астероиды важны как с научной, так и с практической точки зрения. Некоторые объекты главного пояса – настоящие сокровища, сохранившиеся с ранних стадий формирования Солнечной системы. Их изучение, скорее всего, позволит лучше понять процессы образования планет и других небесных тел. А в будущем астероиды, вероятно, станут источником ресурсов для освоения космоса. Как скоро наступит это время, пока неизвестно. Но запуск каждой новой ракеты делает космическую эпоху немного ближе. А каждый ваш лайк приближает появление очередного увлекательного ролика. И… услышимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова